Хорошо, Олег. Прошла информация по СМИ о том, что некоторые видные представители еврейских организаций, один человек, очень резко оценил именно такой же президента. Какова Ваша позиция по этому вопросу? Ну, во-первых, я абсолютно согласен с Игорем Яковлевичем Щупаком о том, что мы живем в свободном демократическом обществе, где можно высказывать самые различные точки зрения, и следует уважать точки зрения. Они могут быть полярными, это вопрос для того, чтобы разговаривать. И поэтому и в еврейской среде, как и в общеукраинской, вопрос столь животрепещущий, вопрос столь яркий, вызывает самые различные точки зрения, и каждый из них надо обожать. Мне известны, как еврейские деятели, которые очень негативно относились к присвоению ордена Бандера, неизвестно, люди, которые поддержали, аплодировали, тоже еврейские лидеры. Неизвестно много очень еврейских лидеров, которые к этому вопросу относятся взвешенно, не занимая ни одной из крайних точек зрения. Но мы сейчас говорим о людях. Сейчас, когда я представляю сейчас еврейскую общину Днепропетровской, я не свою точку зрения, мы считаем, что, во-первых, это вопрос, который нуждается в профессиональном, серьезном изучении и обсуждении. Именно потому, например, в Днепропетровске существует украинский центр изучения Холокоста. Есть доктор Игорь Щупак, который может заниматься этими вопросами, который может дать экспертную оценку, или, во всяком случае, мотивированную оценку, потому что мы, к моему большому сожалению, не хотелось бы сказать, об этом очень часто оперируем не фактами, не реальностями, а мифами. Мифы создаются сейчас на наших глазах, и, вероятно, невозможно себе представить становление государства, нации, развитие его без определенных мифов. И, тем не менее, мифами не всегда надо пользоваться, как за, так и против. Миф о Бандере создавался как со стороны советского режима, так и со стороны украинских националистов. Он очень много обсуждался, и все мы, безусловно, несем на себе отголоски этого мифа. Мы очень мало знаем исторической правды. Слава Богу, сейчас появляются статьи, интересные статьи, документированные статьи, выходят книги, и этот вопрос начинается обсуждаться не с позиции черное или белое, а с позиции, как это на самом деле. Очень редко в мире, если это вообще возможно, существуют абсолютно черные или абсолютно светлые фигуры. Мы знаем такие примеры, людей, которых мы называем самыми страшными кровавыми диктаторами в истории человечества. Мы прекрасно понимаем, что нельзя всех красить одной краской, надо разбираться в конкретных исторических условиях, надо понимать, что было зло. И очень часто, когда говорится о... в последнее время появился такой даже термин героизации нацистских... Это очень интересный факт. И надо понимать, что Советский Союз входил на территорию тогда Польши, а теперь это Западная Украина, и тоже там были дела достаточно тяжелые. Хотя, с моей точки зрения, то, что звание героя Украины, кстати, тоже звание героя Украины присуждалось очень многим людям, совершенно различные репутации, совершенно различных направлениях, и никто об этом не знает. И тут есть много вопросов по этому поводу. Героями Украины у нас очень много. Если в последствии список героев Украины, там будет очень много людей, которых никто ничего не знает, а иногда они их даже и знают, но по-разному. А с другой стороны, конечно, очень обидно мне, например, как украинскому гражданину, что такие известные личности, которые, безусловно, с моей точки зрения, прежде всего заслуживают, такие, как митрополит Андрей Шептицкий, такие, как генерал Петр Григоренко, и другие люди с совершенно очевидной этической позиции, люди, которые могут служить во многих случаях показателем того, как человек совершает человеческий выбор в нечеловеческих условиях, с моей точки зрения, вот как-то о них забывают и в основном дают людям, которые имеют скорее статус мифа, чем реальность. Что касается еврейской общины и позиций еврейской общины, мы прекрасно понимаем, что этот вопрос очень болезненный, очень по-разному воспринимается, в еврейской общине есть как в любом другой части нашей страны, совершенно различные точки зрения на этот вопрос, но мы хотели бы призвать не становиться на, так сказать, сразу под флаги, и немедленно воспринимать это как деление и членение мира на черное и белое. Прежде всего, мы бы призвали, чтобы появились интересные книги, появились интересные статьи, появилось обсуждение, появились концепции, потому что это не вопрос символа веры, это вопрос исторической правды, и надо идти к исторической правде и избавляться от стереотипов, которые выросли. И мы прекрасно понимаем, что Степан Бандера и многие его союз-сподвижники по ООН, и не только по ООН, Б, по ООН, М, боролись за независимость Украины. Они были разными людьми. Они хотели построить независимое государство, избавившись от любого другого владычества, будь то польское, будь то советское, будь то российское, будь то велигерское, или какое-либо другое, эти люди, которые боролись за независимость Украины. Сейчас Украина, слава Богу, обрела свою независимость, и, безусловно, должна по-своему как-то обшановать память тех, кто мечтал об этом тогда, когда это было невозможно. Таким ли способом? Так ли это надо было сделать? Насколько это было оправдано сделать именно сейчас, именно в том моменте, когда Украина находится в таком состоянии, и напряжении, именно это ли время должно было быть, это, конечно, другой вопрос. Но в любом случае, мы прекрасно понимаем, что для большой части нашего народа, украинского народа, а евреи – часть украинского народа, те люди, которые боролись за независимость Украины, являются очень важными и очень определяющими центральными федерами.